Алла Михайловна Сигалова в свои 62 года имеет репутацию сильной и уверенной в себе женщины. Широкая аудитория Аллы Сигалова знакома прежде всего как член жюри шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» и «Данцы революции» на Первом канале. Кроме того, она преподает в школе студии МХАТ. Алла Сигалова родилась в Волгограде. Она с детства занималась балетом и хореографией. Педагоги поручили ей большое балетное будущее. Однако из-за серьезной травмы на мечте стать балериной пришлось поставить крест. Травма стала для нее началом совершенно нового этапа в жизни. Сигалова прошла курс реабилитации и переехала в Москву, где стала студенткой ГИТИСа. Однако, несмотря на целеустремленность, нацеленность на самореализацию и построение карьеры, Алла Сигалова не раз говорила, что любовь для нее находится на первом месте. Первую любовь Сигалова встретила во время учебы в институте. И уже учась на втором курсе ГИТИСа, Алла Сигалова первый раз сочеталась узами брака. В 1982 году она родила дочку Анну. Но этот студенческий брак оказался недолговечным. Супруги вскоре расстались. А затем в жизни Сигаловой случилась любовь с известным артистом. Их отношения были тайнами, ведь избранник оказался женат. Звезда и сейчас не называет его имени. Мы были вместе 9 лет. Встречались по выходным. Конечно, я знала о его семье, но меня это не волновало. Я была счастлива рядом с ним. В какой-то момент оба поняли, что отношения перестали развиваться и мы не можем больше оставаться вместе. Тогда и расстались. В одном из интервью призналась Сигалова. Расставшись с тайным возлюбленным, Сигалова сосредоточилась на работе, стала хореографом в театре Сатирикон и создала собственную независимую труппу. Ее дочери исполнилось 12, когда в ее жизни появился новый мужчина. Алла познакомилась с известным режиссером и романом Козаком. Однако, по злой иронии судьбы, роман Козак оказался женат. Но со временем Козак ушел из семьи и стал жить с Сигаловой. Это выбор мужчины, захочет, не захочет, как-то заявила Сигалова. В 1994 году Козак и Сигалова официально оформили отношения, а через год у пары родился сын Михаил. Совместная жизнь творческой пары продолжалась в 16 лет. Однажды роман пожаловался на ухудшение самочувствия, а когда врачи поставили страшный диагноз «рак», семья долго не могла в это поверить. В 2010 году 52-летний роман Козак скончался от рака гортани. После ухода мужа все мысли Аллы Михайловны Сигаловой были заняты заботой о детях и любимой работой. Известно, что дети не пошли по стопам знаменитых родителей. Дочь Анна работает дизайнером, у нее собственное строительное дизайнерское бюро. А еще она подарила Алле Михайловне внука Федора. Сын Михаил увлекается журналистикой и телевидением. В одном из интервью Алла Михайловна Сигалова призналась, что довольна тем, как сложилась ее жизнь. В ее жизни были взлеты и падения, но самое главное, что в ней нашлось место для любви. А вам спасибо за внимание! Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения и до новых встреч!